Российские банки начали снижать процентные ставки по ипотеке. Это произошло после того, как Центробанк снизил ключевую ставку на полтора пункта до 8% годовых. Эксперты ожидают, что это приведет к оживлению спроса на рынке недвижимости. В данный момент уже приходит информация от многих банков о пересмотре ипотечных ставок в том числе. Опять же, правительство, государство готовит планы по расширению льготных программ, по пересмотру ставок и условий по льготным программам. Может быть, в августе, может быть, чуть ближе к сентябрю месяцу мы увидеть должны новые условия именно по ипотечным возможностям. Успешность развития рынка сейчас напрямую коррелирует с доступностью ипотечных программ для населения, с возможностью привлечения, может быть, льготной ипотеки. Государство таким образом, безусловно, стимулирует спрос на строящееся жилье, что не может не отражаться и на всех других сегментах рынка. А пока на рынке жилья в Самаре затишье. Новых предложений от застройщиков мало, а цены на те квартиры, что есть, не спешат снижаться. По данным регионального фонда жилья и ипотеки, в апреле этого года квадратный метр в новостройке оценивали в среднем 80 тысяч рублей. В мае показатель вырос до 92 тысяч. Сейчас уже доходит, а где-то и превышает отметку в 100 тысяч рублей за квадрат. Это почти в два раза выше, чем год назад, когда квартиры на первичном рынке, по данным САВЖИ, можно было покупать по стоимости 58 тысяч рублей за квадратный метр. В Самаре не хватает нового жилья. И даже те новые стройки, которые мы ждем, должны выйти, до сих пор никак не могут выйти что-то там с документами. Выходит в районе, планируется выход новостроек в районе 90-100 тысяч за квадратный метр. Это на территории города. В центре города вообще вышел новый ЖК со стоимостью 178 тысяч за квадратный метр. Да, это цены московские абсолютно. Но, как говорится, не нам решать. Мы продаем то, что предлагают застройщики. Застройщикам сейчас жизнь нелегкая, соответственно. Продажи упали у всех. И застройщики идут на такие истории, как субсидирование процентной ставки. То есть люди платят маленькие проценты по кредиту, а застройщик компенсирует это банку. Для того, чтобы все-таки строительство продолжалось и город жил. По словам экспертов, в период остановки продаж застройщики не испытывают больших проблем с финансированием благодаря переходу на новую схему, когда банки дофинансируют начатые проекты. То, что было запущено, то постепенно достраивается и завершается. Другой вопрос, что, конечно, в этот сложный период времени, я знаю, что многие застройщики отказались от вывода на рынок новых проектов до стабилизации, конечно, ситуации. Потому что здесь и ситуация с ростом цен на стройматериалы очень серьезно, конечно, заставила задуматься застройщиков о выходе новых проектов на рынок. Да, и ситуация с ограничением спроса покупательского, так как ипотечные программы подорожали, и цены выросли. Но хочется верить, что вот как раз в ближайшую осень ситуация выправится, стабилизируется, и появятся какие-то новые, ну, скажем так, горизонты, относительно которых можно планировать новые проекты. При этом эксперты рынка недвижимости сомневаются, что цены на квартиры существенно снизятся, и уж тем более смогут вернуться на допандемийный уровень. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.